Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу свои покупки для творчества, приобретенные в самых разнообразных магазинах. Это те вещи, которые я использую и буду использовать в своих работах. Такую свечу приобрела в фикс прайс, она в стаканчике и с ароматом ванили. Свеча была прикрыта сверху такой пластиковой крышечкой, сбоку наклеена этикетка, которую я буду удалять. Эта свеча просто идеально подойдет для декоративных подсвечников. Там же я купила простые резинки для волос, в комплекте 10 штук, я хочу их в будущем декорировать. В своих композициях я часто использую такие декоративные сетки, на этот раз взяла бордовую и оранжевую. Это аромалампа в виде миниатюрной лейки, она мне пригодится для создания композиции. Еще взяла упаковку хозяйственных перчаток, состоящую из 10 штук. В обычном магазинчике для творчества взяла на пробу вот такую самозатрудевающую массу. Также купила комплект кистей с мягким ворцем. А еще мне очень понравилась эта имитация миниатюрных плодов граната. На ценнике было указано, что это плоды шиповника. Мне, конечно, они мало на них похожи, но иногда в композициях требуется что-то именно такой расцветки. Проволока флористическая, диаметром 0,9 мм. Такой беру не в первый раз, нравится. Комплект декоративных блесток, 12 туб с неоновыми расцветками. Такое разнообразие оттенков не может не радовать. Еще один комплект декоративных блесток с более привычными оттенками. Также 12 туб в комплекте. 6 штук белых блесток, крупные и мелкие. Пенопластовая основа для декоративного веночка, 23 см в диаметре. Пенопластовая основа для подсвечника, 15 см в диаметре. Декупажные карты, 21 на 29,7 см, в стиле Прованс. Контур акриловый желтый, довольно густой, пользоваться комфортно. Еще один контур акриловый, только на этот раз цвет коричневый. Лак акриловый глянцевый, 100 мл, беру не первый раз, нравится. Какие-то свои работы покрываю вот таким матовым аэрозольным лаком. Приобретаю в обычных строительных магазинах. В последнее время беру вот такую черную матовую краску. Ложится без потеков, сохнет быстро. Взяла на пробу в строительном магазине вместо белой акриловой краски вот такую краску. Очень мне понравилось. В садовом магазине приобрела упаковку кокосового волокна. Выглядит отлично. Еще купила мох с фагмум, буду использовать в ближайшей работе. А это кора сосны, преимущественно крупные частицы. Мне они нужны для создания цветочных композиций. Уголки для блокнотов с Алиэкспресс. Отличные, беру такие не в первый раз. Эти крупные, еще взяла мелкие. Миниатюрные штифты. Были в пакетике, я их пересыпала в бутылочку. Искусственный снег. Заказала заранее, так как непонятно, как дела будут обстоять дальше. А это порошок для создания имитации поверхности травы. Вот такими были мои покупки для творчества. Теперь вы знаете, чем я обычно пользуюсь в своих видео и где приобретаю различные материалы. Преимущественно это строительные магазины, садовые отделы, магазин из канцелярия и отделы для творчества. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его из виду, а также не забудьте нажать на колокольчик. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч в следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok